Ветеринарный врач 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 Насекомое, которое имеет длину не более 2 см, это крылатое насекомое, оно летает и за свою короткую, но яркую жизнь, короткая она, потому что она длится всего от 10 до 20 дней, он умудряется отложить до 700 яиц на шерсти, прикрепляя их к шерсти лошади в разных местах. Это и предплечье, это и лопатка, как мы увидели в этом видео, это и задние конечности, это и холка, и даже на корени хвоста. Чинки развиваются в яйцах от 7 до 16 дней, потом, когда они уже созрели, так говорится, они могут, если они не попали в жестокичечный тракт к лошади, они могут жить еще в этом яйце до 3 месяцев. Для того, чтобы им вылупиться из этого яйца, выйти из этого яйца, и создать угрозу заражения лошади, им нужны несколько факторов. Первый фактор, это температура, должна быть 37-42 градуса, то есть должно быть достаточно тепло, даже жарко, должно быть жарко. Второй фактор важный, должна быть влажность, определенно должно быть влажно, и третий, должно быть какое-то касание извне, то есть касание какого-то предмета. И конечно же, если это все проанализировать, это ничто иное, как касание языка лошади к своей шерсти, то есть лошадь слизывает вот эти яйца, да, и они таким образом попадают в ротовую полость. Дальше, сами личинки с помощью специальных приспособлений, они крепятся на губах, на деснах, на небе, на языке, и там еще развиваются до 28 суток. Потом, когда они проходят ряд своих стадий развития, они загладываются лошадьми и попадают в желудочно-кишечный тракт, и останавливаются, и крепятся именно в желудке. Видите, друзья, они и такие красненькие, да, сами личинки. И вот вспоминается одна история, тоже вот недавно ко мне обратился человек, вот. Вот. История имеет определенный комизм, но, как бы, поймите меня правильно, я не хочу, как бы, ну, это не насмешка над людьми, так, и либо там над отсутствием знаний у людей. Это просто констанция факта и того, что, действительно, если мы содержим животных, мы должны немножко интересоваться тем, как устроен их организм. Потому как, когда ко мне обратился один из, ну, скажем, пациентов, так, кстати, вот эти люди, которые сейчас мы разбираем этот случай с хастрофилиозом, это люди из Кавказа. А вот этот человек обратился ко мне из Казахстана, и вот он обратился с проблемой падежа лошадей. Ну, я начал расспрашивать анамнез собирать, что, почему, какая причина падежа у лошадей. И выяснилось, что при вскрытии они находили в желудочно-кишечном тракте, в кишечнике, большое количество гельминтов, так, гельминты были толстые, молочного цвета, значит, круглые, вот, и, соответственно, это были, значит, нематоды. Или, более точнее, это были параскарисы, так, вот, об этом, конечно, я сниму отдельное видео. Но, параллельно с этим, он сказал, что ихние местные врачи и местные люди считают, что к смерти привели не столько эти гельминты, как то, что вот эти гельминты убили красного червя. Тогда вот меня сильно заинтересовало, что такое красный червь, и почему он считает, что убив красного червя, умирает конь. Тогда он мне сказал, что с большой уверенностью в том, что красный червь, он живет где-то в ротовой полости или в пищеводе и отвечает, или помогает пищеварению лошади. То есть, если умирает красный червь, то есть, белый червь убивает красного червя, соответственно, останавливается пищеварение, лошадь умирает. И вот в связи с гастрофилезом я вспомнил, возможно, это и не беспочвенно, возможно, люди, разбирая лошадей и видя вот этих личинок, гастрофил, таких розовеньких или красных, они связывали их с частью нормального организма, нормального функционирования организма. И, соответственно, думали, что они помогают как-то в пищеварении лошади. Но на самом деле они никаким образом лошади не помогают, а если и находятся, то это тоже, это паразитические личинки овода гастрофилюс интестиналис. Зрелые личинки уже в желудочно-кишечном тракте живут, могут жить до 9 месяцев. И это ответ на ваш вопрос, я думаю, интересный вопрос. Вы считаете, а как лошадь, откуда берутся мухи, да, откуда берутся мухи, где они, если они в мухе живут только 20 дней, да, где берутся новые мухи, да, вы спросите, вот, чтобы заражать лошадей. А новые мухи берутся таким образом, то есть личинка, прожив у лошади осенний, зимний, весенний сезон, выходит весной, выходит, когда лошадь выходит на пастбище, личинки выходят с фекалиями и зарываются в землю. И там в земле уже проходят тоже определенные стадии, формируется уже насекомое, куколка формируется, и выходит, вылетает уже овод, вылетает муха, которая уже кружится 20 дней и снова заражает лошадей. Вот и есть полный цикл гастрофилюс интестиналис. А теперь давайте разберем, какой же вред наносят лошади вот эти личинки. Первое – это травматизация слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, включая отек и изъязвление по ходу прикрепления и паразитирования самих насекомых. Второе – это образование язв непосредственно в желудке и в кишках, которые могут вызывать и кровотечение, и даже разрывы. Третье – это интоксикация продуктами выделения этих личинок. Четвертое – нарушение аппетита, анемия, истощение, колики и даже смерть. У больных лошадей теряется аппетит, повышенная утомляемость, жажда. Они много пьют воды. Нередко у них во время того, как они пьют воду, у них вода может из ноздрей выливаться. Могут развиваться аллергические реакции. Повышенная утомляемость, судороги и сведение челюсти, судороги мышц, фиксирующих челюсть. Но, к счастью, все эти симптомы не развились у данной лошади. Благодаря, конечно же, хозяину. Тут нужно отдать ему должное о том, что хозяин озаботился. Хозяин был внимательным. Он заметил какие-то необычные эти штучки и обратился ко мне за помощью. Справедливости ради нужно заметить, что он также обратился к местным специалистам, которые, в принципе, не распознали заболевание. И тут может быть объяснение либо в том, что конь завозной, возможно, в их районе, в их зоне, возможно, и не встречается эта муха. Хотя муха достаточно распространена, в принципе, по всему постсоветскому пространству. Гастрофилез, этот овод. Либо они, может быть, не обратили внимания на это или не связали вот эти яйца, или эти, скажем, не яйца, это я уже говорю яйца, да, а эти белые штучки какие-то, они не связали это с деятельностью гастрофилез интестиналис. Итак, друзья, теперь мы подошли к самому важному в этом видео, то, что нужно предпринимать в случаях с гастрофилезом. Прежде всего, первое и основное является недопущение того, чтобы вот этот овод, этот летающий, он сел и отложил яйца. Что нужно сделать для того, чтобы овод не сел и не отложил яйца? В принципе, не только этот овод, а вообще любое паразитическое насекомое, которое летает и садится и доставляет неприятности лошадям. Нужно защитить лошадь, нужно применять репелленты, так, или средства, которые не просто только отпугивают, а и создают неблагоприятную, скажем, среду на поверхности, на коже животного. Таким образом, живот, насекомое может иссесть, но оно не сделает, так сказать, грязного своего дела. Итак, с этой целью мы можем применять препарат, вот если взять, поговорить об Украине, то мы можем применять эктосан стоп-он. Так, это препарат наносится в разных местах, начиная от шеи, холки, по средней линии хребта, на подгрудок. То есть, в разных местах, предположительно, в местах паразитирования насекомых, там, где они садятся, корень хвоста, в том числе, наносится по 2 мл, понемножечко, по чуть-чуть, равномерно распределяется по всему телу. Доза на взрослого коня 33 мл. И вот этих 33 мл нужно равномерно распределить. При этом нужно учитывать, что молодняку до 200 кг нужно 1,5 мл на 100 кг препарата. Если говорить о самой технике обработки, скажем, даже не технике, а технике, я уже сказал, времени обработки, то тут нужно проводить вечернее время, то есть, чтобы зашло уже солнце, то есть, на жару, на солнце нельзя обрабатывать, а также проводить обработку где-то на свежем воздухе. То есть, чтобы не дышал ни лошадь, ни вы не дышали по раме препарата, потому что препарат имеет определенные такие вот, скажем, ну, не скажем токсические, но вот такие близкие к токсическим испарениям, так, скажем, неполезные испарениям. Обрабатывая животное на свежем воздухе, когда подсохнет препарат, тогда уже можно заводить в конюшню. Обработку следует начинать как раз ранее весной, то есть, с началом лета насекомых, повторять каждых полтора-два месяца до окончания лета насекомых. Таким образом, мы просто защитим лошадь от этого заболевания, мы не допустим этого заболевания. Если вы все-таки обнаружили эти яйца, кстати, случай этот, он свежий, можно сказать. Это ко мне где-то недельки две назад обратился человек, и в принципе, у нас уже холодает, вот в Украине, где мы живем. Вот, где-то еще на Кавказе или где-то в Средней Азии еще будет продолжаться жара, то есть, угроза будет еще продолжаться. Так вот, угроза заражения этим заболеванием. Так вот, если вы уже, так сказать, обнаружили яйца, то первое, что нужно сделать, вы помните, что нужно для того, чтобы яйца повылупливались, да, нужно тепло, влажность и касание. Так вот, что нужно сделать, как только вы заметили вот эти белые штучки, эти яйца, вам нужно взять теплую воду, тряпочку, щеточку и тщательно вымыть лошадь, так, чтобы яйца не оставались на шерсти, иначе конь может заглотнуть их и у него может развиваться уже гастрофила. Но, если, то есть, гарантии же нету, вы заметили эти яйца, но вы точно не уверены, потребил их, слезала их лошадь или не слезала. В этом случае проводится ранняя химиотерапия. Что такое ранняя химиотерапия? Это в сентябре, октябрь, эти два месяца, мы обрабатываем лошадь, ну, то есть, либо немного позже, если лед овода продолжается в теплых странах, мы обрабатываем животных препаратами. Например, можно использовать гели, тот же броводозол гель, так, можно использовать бровермектин гель, задается он 1 мл на 20 кг массы тела с помощью шприца на корень языка, задается он, внимание, дважды с интервалом одни сутки, вот, и таким образом мы убиваем попавшие в организм личинки. Также, кому удобно и у кого большое количество лошадей, стада, можно использовать с комбикормом тот же броводозол порошок 20% 100 мг на 10 кг массы тела смешивать и задавать групповым методом. Вот, и это называется ранняя химиопрофилактика, то есть, даже если личинки попали, они уже не разовьются в полноценных вот этих паразитов, которые будут целую зиму мучить животное, поселившись в его желудке. Друзья, но если вы смотрите это видео не сейчас, не осенью, а смотрите это видео уже весной, так, и при просмотре этого видео вы вспомнили, что видели прошлым летом, так, или прошлой осенью вы видели на своих лошадях эти белые штучки, эти яйца, и вы сейчас осознали, что это были яйца, которые отложил овод гастрофилюс интестиналис, тогда вы тоже, у вас еще тоже не все потеряно, вы можете провести позднюю химиопрофилактику или позднюю химию. Это месяцы, значит, март-май, то есть, в эти два месяца, март-май, мы можем сделать обработку лошадей точно вот этими же препаратами, о которых я сказал. Вы зададите мне сейчас вопрос, Вадим, а зачем нам это делать, да? Да, ведь все равно уже прошел период, все равно уже личинка в желудке, все равно она уже навредила лошади, да, и все равно ее жизненный цикл заканчивается, она так или иначе с фекалием и выйдет наружу, и все, и не будет больше причинять вреда лошади. Оно-то может быть и так, но, ведь если вы допустите, что есть тот момент, когда живая личинка выйдет с фекалием и сможет зарыться в грунт пастбище, вы снова заразите свое пастбище личинками гастрофилы. И уже через, скажем, определенное время, да, вы снова будете подвергать своих лошадей угрозе заражения. То есть, из тех личинок, которые выйдут, сформируются оводы, вылетят и снова начнут ложить яйца на ваших лошадей. Так вот, поздняя химия профилактика, да, она, к сожалению, не исправит того вреда, который нанес гастрофил вашим лошадям, но она профилактирует дальнейшее заражение. Ну вот, друзья, вы узнали еще об одной болезни, так, паразитической болезни, да, из разряда паразитологии, которая может поражать ваших лошадей. Будьте бдительны, будьте внимательны к вашим животным. Наблюдайте, учитывайте всякие необычные вот такие вещи. И, конечно же, если будет у вас такая потребность, как у сегодняшнего моего пациента, человека, который обратился ко мне за помощью онлайн-консультаций, обращайтесь, конечно, в рамках платной консультации, но эта плата, вы прекрасно все знаете, кто обращался, она, можно сказать, символическая, так, плата. Вот, так что, кому нужно будет поставить диагноз, помочь, пройти путь лечения, я всегда рад помочь. А также, кого заинтересует, это здесь был представлен протокол профилактики лечения для Украины. Может быть, где-то еще и есть такие препараты, хотя сомневаюсь сейчас с этими коронавирусами и всем остальным, что препараты можно приобрести в других странах. Поэтому, если вам нужен подобный протокол для, например, Казахстана или других постсоветских стран, и для России и так далее, то обращайтесь тоже в рамках платной консультации, я вам разработаю, распишу протокол, соответственно, с препаратами, которые есть в ваших странах. Друзья, если это видео стало для вас полезным и интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Берегите себя и своих животных. До свидания.